Мне понравилась моя борьба. Выдержал. Было тяжело. Это твой первый турнир или нет? Нет, не первый. Тебе нравится, чем ты занимаешься? Да, нравится очень. Как давно? Пять лет уже. Есть достижения? Да, много медалей. Два кубка есть. Диплом. Какие у тебя планы на сегодняшний турнир? Стать первым. В турнире приняли участие юные борцы из столицы Кабардино-Балкарии, Нальчика и Санкт-Петербурга. Беларусь же представили учащиеся специализированных спортивных школ, училищ Олимпийского резерва и всех регионов республики. Состязания прошли по двум видам борьбы в 26 весовых категориях. Несмотря на юный возраст, а в турнире принимали участие борцы 12 и 15 лет, схватки проходили не по-детски жарко и с накалом. Три минуты убить! Три минуты убить! Еще, еще, еще! Потерпи! Веснете, бомб! Спорт делает человека выносливым, отважным, учит ставить и достигать цели. Помогает принимать быстрые, решительные и отважные решения. Именно с таким посылом 15 лет назад был организован межгосударственный турнир памяти первого героя Беларуси Владимира Корвата по вольной игре к римской борьбе. И об этом говорил каждый, кто присутствовал на торжественном открытии состязаний. Приуменьшить значение этого турнира просто невозможно. Турниры проводятся по греко-римской борьбе, по боксу. Мы начинали в Барановичах, так как служил Владимир Николаевич в Барановичах, начинали турнир по боксу. Я вам скажу, что летный состав изготовили, мы закупали переходящий приз, на котором было написано, кто такой, откуда Владимир Николаевич, что он совершил. Так вот этот переходящий приз, он был в Польше, он был в Прибалтике, он был в Германии, в России, на Украине. То есть нельзя оценить то, что спортсмен, юноша, приехав домой в ту же Польшу, обязательно он расскажет, на каком турнире он получил этот кубок, завоевал, кто такой был Корват и что это такое Республика Беларусь. Среди приглашенных вдова летчика Нина Корват, для которой этот турнир в первую очередь нетленная память о героическом поступке любимого мужа и возможность поддержать каждого спортсмена, который идет к своей цели за победой, за новыми достижениями и преодолением самого себя раз за разом. С огромным уважением отношусь к этим детям, в жизни, у которых присутствует спорт. Они все для меня победители, потому что в наше время преодолеть эту зависимость от телефонов, от гаджетов, от телевизора и найти время для спорта – это дорогого стоит. И я очень благодарна этим детям, которые приехали и которые участвуют в этом турнире. Все, кто когда-то занимались борьбой, в любом возрасте вспоминают это время с особым трепетом и любовью. Не исключение и Виктор Селивоник, заместитель начальника управления отдела спорта и туризма Брестского госполкома, который не пропускает ни один турнир по вольной и греко-римской борьбе. Я когда-то в детстве занимался греко-римской борьбой, имею второй взрослый разряд. И здесь есть мой первый тренер – самок. То есть для вас это прям лично? Да, я еще когда здесь работал когда-то директором. Этот турнир начинал, не начинался, а уже где-то был шестой-седьмой по счету. Потом перешел на другую работу, но постоянно прихожу на этот турнир, чтобы поболеть за борцов. Титул чемпиона по вольной борьбе завоевали трое воспитанников Брестской спортшколы профсоюзов – Дмитрий Чугун, Александр Корзин и Никита Завадский. В греко-римской борьбе – Артем Кулиев. Все победители были награждены кубками, грамотами, медалями и ценными подарками. Виктория Гапутина, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.